Музыка Смотрите, уникальный момент. Ждем-ждем самолет. У кого лучше получится. Так, состоялась наша встреча с Алексеем, с Ильей. Да, привет. Илья, еще раз на моем канале. Повторите, как вас найти? Да, вот Алексей очень легко, а у меня такое название 2.15 продакшн. Не спрашивайте, почему. Или можно ввести просто Илья Сергеевич или Илья Ивашенко. Как-то так. Но не знаю. Короче, легенда еще не существует. В общем, да, все-все нам написали в комментариях вчера в прямом эфире, что приехал Алексей со своим другом, и что мы просто необходимо нам встретиться. Но, ребята, мы и сами очень хотели встретиться. У нас не получилось встретиться в Мармарисе. И поэтому, видите, если судьба встретится, то мы встретились сегодня здесь, в Анталии. Да, молодцы. Замечательно, на самом деле, когда встречаешься с теми людьми, которые тебе, да, нравятся. Вообще так здорово. Очень приятная встреча. Особенно такая солнечная Турция вообще. Сейчас вместе погуляем, поболтаем. С разговорами с собачками дошли мы до нижних водопадов. Как же нам быть-то, собачки? Смотрите, какая стоит погода. Птички. И вокруг, смотрите, сейчас у нас откроется такой прекрасный вид. Друзья, значит, мы отлично так сидим. Просто замечательно с Алексеем, с Ильёем. Настолько нам весело. Даже не хочется разходиться в такой замечательной компании собачек. Ну да, мы сейчас не будем задерживать особо. Отлично посидеть, да. Да, немножко ещё поговорим с вами. Ну, допустим, что нас ещё больше интересует. Ну, Алексей, да, вот. И Илья, вы же актёры, да? Закончили актёрский факультет, да? Я ещё и режиссёр. Вы ещё и режиссёр. Когда мы ещё посидим с актёрами? Со знаменитостями. Мы просто определились, в какой специальности мы будем безработными. Работаем уже в другой сфере. Слушайте, ну вот у вас... Вы учились 5 лет или 6 на актёрском мастерстве? Я 5 учился. Да. Ну, вот вы когда учитесь, допустим, есть какие-то режиссёры, которые приходят и отслеживают, там, допустим, вот видят талантливый актёр перед ними, да, и говорят, пойдём в кино. Ну, уже с курса, там, с первого, со второго. Вы учитесь, вы сами отправляете, там, куда-то свои, вот, наработки. У меня вот такая история была. Я вообще, я, ну, никогда не думал, что я стану актёром, у меня не было такой мысли. Меня к ней подтолкнули, мне сказали, слушай, да у тебя такая внешность, там, всё, там, короче, тебе надо идти. Я такой, что, куда идти? Я вот пришёл в театральный университет, рассказал там какой-то стих, басню. Я вообще не ожидал, там были такие таланты. А я так, ну, пришёл такой там, что ла-ла-ла, и меня взяли. То есть, прям вот басню рассказывал прям реально? Ну, басню, стих, там, ну, вот там какая-то программа поступления. Басня, проза, монолог, второй тур уже идёт песня, танец и что-то ещё там. Ну, да. Вот, и вот буквально это вступительный экзамен. Вы как танцы танцевали? Да, танцевали. Да, надо было танцевать. Я учил, ходил там, там, где занимаются хореографией, там, сделали танец. Вот так поступали в университет. Вот, и как, вот был вопрос, как потом, типа, вот это получается режиссёры. Я, получается, вот там первое сентября, начало учебного года, кто-то сказал, там кастинг, вот здесь, прям там за углом, кастинг на рекламу. Типа, кто хочет, пойдём. Я помню, я пришёл, я вообще был, ну, не в профессии, не знал, что я камеру никогда в жизни не видел. И меня сразу же вот взяли, вот моя первая реклама, мой первый кастинг, меня сразу взяли, моя первая съёмка была буквально в первый день учёбы. А тяжело было поступить? Большой отсел был, много людей не поступило. Ну, сколько, как там раньше, сколько человек на место было? Большой, у меня, по-моему, было там где-то из 200 поступающих был курс где-то 20 человек. 20 человек на место. А вот мужчин, много желающих мужчин? Или всё-таки женская аудитория больше? Там 50 на 50 где-то вот так. 50 на 50. Там просто, кто на бюджет шёл, там сложнее всего, а я просто вот первая шёл на контракт. А, то есть ещё и контрактная система тоже? То есть за деньги, да. За деньги как бы взяли, ну, за деньги тоже вроде бы не все. Я вот не знаю по поводу контракта, то есть. Сейчас, если переводить на нынешний курс, это 200 долларов в год. А тогда это было 1000 долларов в год. А, всё, 200 долларов. А сейчас, ну, как бы обесценилась национальная валюта. А Илья сам поступал? Да, да. Ты поступал вот, ну, у тебя тогда ещё, наверное, не было же этих, как сейчас они-то, система-то выпуска, по тестам сейчас выпуска. А, да, тогда тогда не было, да. Ну, что я удивился, ну, потом, некоторые люди первый год не поступили, они, то есть, подготовились год, потом опять приходили. Некоторые по три, ну, вот уже третий год подряд ходят, хотели поступать. У некоторых связи, некоторые там, ну, как-то там за деньги хотели. И вот у них не получалось. А у меня и особо не было такого желания. А может быть, знаешь, чрезмерные надежды, вот как говорят, когда ты вот очень-очень чего-то сильно хочешь, ну, желание. Тогда не получается. Тогда не получается. А когда ты, как бы, ну, так, это... Когда всё просто, да, то оно... Когда идёшь, да, с улыбкой по жизни, да, дай-ка я, да, поступлю, не поступлю. Первое образование я на контракте был, а второе на кинорежиссуру. Я пришёл и, типа, там уже можно впрямую спросить, сколько там бюджетных мест, как бы меня, как бы, на бюджет взяли нормально, то есть уже. То есть по закону у нас, как бы, если первое было бюджетное, а второе бюджетное нельзя, чтобы образование было. Вот. А у меня, поскольку было контрактное, взяли уже на бюджет. А сейчас вот поступают как по результатам ЕГЭ туда? Или надо тоже... Нет, творческий конкурс. Мне кажется, никто в актёрском... А я ещё поступал, я, получается, режиссуру не доучился. Я решил закончить уже пятый курс на актёрском. Я пришёл тоже в университет, и я впрямую спросил. Поскольку есть же, типа, на первый курс там огромное количество людей. Я пришёл, привёл знакомую в университет, она поступала. Я говорю, у вас на пятый курс есть бюджетные места, педагогу? Он говорит, ты на контракт не можешь? Я говорю, нет. Он говорит, ну, есть, у нас там три человека. И всё. Я просто пришёл, я уже за 10 минут, это был незнакомый, это никто. Я уже, я знал, что уже буду на бюджете. Он говорит, идём к этим... к юристам, они посмотрели мой диплом в университете там, и всё. Вообще ничего не платил никому, как-то очень просто получилось. Ну, вот смотрите, вы, получается, и актёры, и режиссёры. Да, да, да. Сложно устроиться на работу и на актёры, и на режиссёры. Или режиссёрам легче устроиться? Как вообще? Ну, не знаю, я 7 лет проработал режиссёром на телеканале. Но на телеканале я не кино снимал, а телешоу, передачи. Так интересно, это вообще интересно. Да, да. Это можно моя будет? Нет, нет. Все доснимаю, увидят. Из моего личного опыта актёрской работы меньше. Мне больше, ну, вот, больше простора было именно в режиссёрской. Но потом, это у меня тоже уже закончился этот период, я уже, как бы, не, ну, не работаю режиссёром. У меня уже началась третья жизнь, я так называю. Я уже пошёл там в бизнес, у меня там, ну, я открыл кофейню. А, вот кофейня, вот это твоя собственная. Да, да, да. Ну, ты наш собрат, значит. Коллега. Коллега, да. Коллега по несчастью. Почему? Покупатель всегда прав, посетитель всегда прав. Тяжело, да, бизнес вести тяжело, но мне сейчас интересно. Ну, интересно, когда ты на себя. Но когда ты мелкий, тебя съедают вот какие-то такие более крупные, да, вот, ну, там, тот же Старбаркс, да, Старбаркс. Есть много нюансов, когда там и конкуренция, и кризисы. Оксан, ты ещё ребят показывай, меня люди все видели, а то скажут опять линия на лицо. Вот, ну, пока что я вот год, вот как раз год, как я открыл кофейню, пока мне это ещё интересно. Есть ещё энтузиазм. Я там работаю почти в ноль, или даже там, ну, поначалу в минус много работал. Но для меня это тоже такое какое-то творчество, какая-то реализация. Я, ну, мне это нравится. Ну, ты зажил, считай, новой жизнью, да, когда ты всё-таки вот ты на себя работаешь? Нет, ну, он же говорит ещё в ноль, ещё даже нету стимула материального, просто это очень нравится, да, ещё? Я так понимаю? Да, да, мне сам процесс, я вот, ну, я поставил себе такую цель, выйти сначала вот за год в безубыточность. Вот, в принципе, я её, ну, достиг. Сейчас я там ставлю уже другую цель, уже выйти там... Чтобы хватает в рост. Так что пожелаем Илье, да, чтобы у него всё получилось. Короче, да. Ну, дело в том, что вот как бы получается, что сколько нужно вот учиться, допустим, я тоже училась, высшее образование получала, ты высшее образование, ребята высшее образование. И получается, что оно вроде бы как тебе пригодилось по жизни, да, с одной стороны, ну, как бы ты больше знаешь, да, а с другой стороны, ты всё равно какую-то профессию выбираешь, которая вообще не связана с твоим образованием. Не, ну, у меня связана непосредственно профессия. А, ну, у тебя экономист? Да, я не знаю. Ну, а Алексей себя нашёл в режиссер... Конечно, какой замечательный, да, Алексей, что Ютуб, да, ты можешь себе срежиссировать вообще всё, что хочешь. В чём проблема актёров, что сама специальность, она очень зависима идёт. То есть, получается, и в кино сниматься, тебя выбирает режиссёр, вот там на одну роль, там, не знаю, актёров 20-30, может быть. И многих как бы не отбирают и думают, они там плохие актёры, ну, не знаю, вот так вот. Получается, очень зависимо. А здесь, ну, надо искать так, чтобы ты был, как сказать, творец, чтобы ты ни от кого не зависел. Ну, всегда ты от кого-то зависишь, вот. Ну, например, то же самое Ютуб, я беру сам камеру, сам снимаю, сам продумываю эти... Смотри, что делается. Ничего себе, смотри, наблюдают. Вот я поэтому их и боюсь. Ладно, друзья мои, значит, все наши разговоры вы посмотрите, ну, на канал Лены все, естественно, знаете. Это не наш, ну. Алексея, вы тоже все, конечно, знаете. И ещё раз, Илья, скажи, для тех, я думаю, многие подписчики заинтересовались. 2.15 продакшн. 2.15 продакшн. Так что следите за Ильёй, как у него продвигаются успехи. Мы тебе желаем всего самого хорошего. Спасибо большое, ребята, что встретились с нами. Спасибо большое. Друзья, видите, как мы сегодня погуляли. Уже заканчиваем прогулку. Мы пришли сделать контрольные. Токарчики на фоне гор, на фоне моря. Вообще, это здорово, как все очень понравилось. Так, малые водопады, водопады Дюдена. Смотрите, как. Мы уже практически дошли. В сопровождении Алексея, Ильи, Лены. Лены, собак, слышишь? Все, все. Вон ещё за нами бегут. Собачки. Все собачки с нами пришли. Здесь, смотрите, все отдыхают местные. Приезжают с продуктами, пикничок с детьми. И вот здесь вот они сидят за столиками. И смотрите, как любуются. Смотрят вдаль. Смотрите, какие горы. И видно, что на горах лежит снег. Спускаемся к другим водопадам Дюдена. Смотрите, вот это вот место. Ещё раз покажу, где любят отдыхать местные турки. Смотрите, они даже приезжают со своими раскладными столиками. И мы с ребятами сюда пришли. Просто, смотрите, получаем наслаждение. Давайте с вами всё это походим. Посмотрим, какой здесь шикарный вид, да? Шикарнейший вид. Можно было взять с собой вот такие стульчики. Видите, у парня. Так, собаки наши. Вот они. Они идут с нами уже как бы с самого начала нашей встречи с верхних водопадов. И я хочу вот сейчас спуститься. Вам всё это дело показать. В общем, замечательно. То есть у нас не такая встреча была. И классно провели время. Видите, столики. Столики. Видите, люди типа одеты. И сидят, получают удовольствие. Давайте посмотрим. Мы тоже с вами и получим вот такое удовольствие. Видно нам? С этой стороны не очень видно. Видно вот, когда стоишь на противоборочной стороне. Но, тем не менее, смотрите, как здесь классно посидеть. И вообще взять в термосе кофе, да, и попить, понаслаждаться. Ну, поедешь с нами в Москву, да? Видите, скамеечка для двоих, чтобы друг другу не мешали. Парк Ван Силер. О, пришли, Леня. Сделали замечание, чтобы одеть маску. И так вот у нас вот эти бескрайние-бескрайние море. Как вам? Так. И с таким прекрасным видом вот это видео мы сегодня с вами заканчиваем. Для того, чтобы начать новый день вместе со мной. Смотрите, друзья. Всем вам большое-большое спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто пишет комментарии. И все. До новой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok